всем привет мы в гомельской области вот едем с гомеля на выставку пинска вот случайно тут нас пригласили посмотреть тепличку вот такие теплицы на в беларуси оказывается и материал такой блин но я не знаю что сказать материал очень серьезный и теплица мягко говоря тоже серьезные смотрите какие масштабы они и помидоры здесь и виноград и вот клубника масштабы конечно огонь это я так понимаю велес да это вот тот материал который это что я пойду параллельно гурман я пойду параллельно я хочу ты не хочу почему ты типа избал он он уже прямо за изюмился или в рот пометился сахар за пределы три кости сахар зашкаливает это остатки руслан дальше в конце он вообще ничего было грех жаловаться клубника вообще зачет сто процентов зачет а виноград но что-то с ним сделаешь и как и как они сожительствуют нормально это что осталось мальчик по его разу крупнее да это веду а та самая гармонию на руку и еще ты гниль снимаешь мне неудобно даже меня все снимаю все красивое я всю гниль показываю зато будет честный правдивый обзор сладенько но я так понимаю это не для собственного поедания нет это для собственного нас налоговую вот смотри видишь с ней стоит вот с ней бегу подожди с пчелками ухты он вон они снизу так здесь улей надо ставить короче все ее съели от нее ничего не осталось везде подсажена уже как бы новая замена дарья валёк да все уже растет на замену влажность а какая высота теплицы градусник снег на сегодня вообще-то там он без этого по гряда образовательных профессиональным подходом я бы сказал тракторок мощнее так все получаем граждан мощнее 28 градусов ну 28 до 28 до 9 даже это получается но проходить надо два-три рады и реал если тебе надо будет то есть как бы можешь пробовать смело не так размеры скинул размеры скину будешь пробовать ну долго висит уже мускат может уйти все может утеплиться и не ушел чем а зачем ты столько режешь дай просто по ягодке и все это куда мне он все равно зниет я же уже его не продаю как я уже не награды не едят виноград она да винограды и пьют виноград лучшем случае приятно так суши он у тебя и до страны гиберилину можно подойти посмотреть а по клещу работал по клубнике работаешь по клещу я работал здесь знаешь что ну блин ты знаешь если бы это у меня такая толщина была я бы сказал что это жирующая а в теплицах самоток это самая маленькая у меня и да я вижу вон у тебя так вели сукирлик лазиняка толщина вот это лазиняка да здесь уже все вышло да капец наверно месяц как пасынки болтаются шерч не жрут а это такой не ну относительный и это что дубовский розовый о дубовский волось дерни а то у меня руки как-то сливка заняты а дубовский розовый кидай сюда все убирается сладенький скучненький кидай справа там гниет это не показатель вообще я говорил что это я перегрузил запарафинил нет это должен был быть у нас бажена но она не вызрела абсолютно она зеленая расскажи на камеру почему не вызрела я просто знаю расскажи на камеру потомкам в плане про виноградник про зимовку а про зимовку не урывалось ничего вообще и как ну как видишь ну ходим пока растет что-то лучше а сколько здесь зимой градусов получалось ну как на улице было 28 здесь если верить датчиком было минимально максимальная температура минус 19 и все выжило не все выжило не выживает тройка в начале было видно что она стартанула собственно с корней а бажена вот она единственное что она слаборосла я ее в этом году перегрузил это уже с учетом того что урожай снимался эти остались которые вот и вот они гниют то есть не нужно этого делать мы все знаем что перегружать не надо не то что там жаба душит просто потенциал ну наверное через это нужно пройти и узнать просто и не догрузить не хочет потому что здесь все жирующее и перегрузить проблема ну это обратно же как все время говорит в моих условиях вот в моих условиях так тоже лоза нормально зрели проблем нет она уже вызревшая но такая это бажена она мелкая она плотная это мелкая кислоты нет и сахара нет да потому что это точно бажена вот это все бажена она не сладкая в этом году еще раз говорю как она у тебя плотно она обычно такая пески и сад тысячи под 4 в прошлом году она была и красивая и крупная и вкуне ну вот эту ты бы еще продал бы как бы нормально по вкусу ты по ее продал бы но она нам вот этого я балдею это опять гурман которого я хотел в прошлом году избавиться ты же хотел и насадить еще ты говорил в прошлом году я хотел его под топор он висел очень долго его никто не брал не набрал ни сахара ни жидкости у него не было он долгий сухой был а в этом году я я просто я хороший мускатик приятненький мускат красивый мускат сахар есть но не запредельный я про это и говорю нету вот это вот как это назвать не жидкий а ты его пробовал на лозы обратно скажи пожалуйста а ты его пробовал на реализацию гурман или все его нет потихонечку конечно же я все я тебе скажу велес 1 уходит гурман просто народ просто падает а вот эти грозди которые у меня были ну сейчас их нету такие огромные при очень удлиненные москвичи здесь приезжали они вообще падали понимаешь они на краснодар фотографии отправляли говорит смотрите что здесь творится но потом начало творится по-другому он видишь я скоро жду урожайся да это у всех так в этом году ну что ты трубы смотри какая толщина стандартно обычно с 50-ки делать либо 40-ка наверно это все что осталось это вот это с аркадии я ее очень перегрузил ну на что что это я продал акадия но это с учетом того это второй год это второй год скромненько это грозочка да ты смотри сколько это капец я продавал это капец потому что не вызревает у меня у тебя вызреет что-то учаешь еще и никакой у меня еще пока что не не знаю как здесь а до этого которые были были уже все же должен был уже ну вот вот эти оставались там такие а был и он у тебя не у него легкая кислинка приятная такая ну нормально ну это что осталось с юпитера я его грузил безбожно и даже не боялся по юпитеру вообще абсолютно потому что я посмотрел и глаза вызревает и все вызревает какие счастливые люди на выставке стеснялся я сейчас уже пошмелел я скромнее оценивал своим профессиональным попробовал я специально взял более зеленый для того чтобы поэтому на пробовать потребитель забить не нужно ага годится вот здесь было все грозочки такие классные он нагрузку тянет ну видишь да нет сейчас не трогай подожди грозь подожди 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 что это еще раз это руслан просто вот это 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 просто вон она внизу это это которая нужно под топор и все и вот я про это и говорю когда видишь везде с руслами у меня подсажены новое 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 прорезать здесь мошка будет еще два дня кружка да да она такое кому-то нравится послевкусие у него такое сливы как ливы да черносливо мнение если мне зашло и она можно ответственно не брать сахар то есть это небольшой это не наш вариант и что это это что-то из старого что дружба это посадили знаешь не для продажи а для так сказать сырной тарелочки для себя когда вот цитронное присутствует когда сделал виноградную тарелочку вот оттенить чем-то другим понимаешь вот это потом другой кусочек потом дубовского роза потом простую бажену и она получается зачетно а так тоже его много не съешь лоза здесь предполагаю с удочки можно сделать это виктор хотя у меня его не должно было быть все было преображение но по лозе она красная понимаешь и это единственный который не укрывной выжил моих условиях и лоза и лоза обратно же тоже уже анального заводы будут спорить уже вызвешь ок виктор это или преображение ну не знаю красная лоза на при мне говорят просто вишну комментарий чуть-чуть больше температуру низовую держи чем все остальные и здесь вот ну получилось что он как бы осуждал то есть все-таки скорее всего виктор ну скорее да ну смотри гребень один в один прио да да и гнется и свет все но явно я не знаю а у тебя преображение есть для сравнения в начале преображение по идее в начале да тебе зеленое должно быть преображение по идее цвет не набирает это кто это он мне не нравится так он вкусно он нормально хорошая реклама нет пока не нравится я его не распробовал то есть у него вкус нормально блин толдун вы посмотрите это толдун да попробуй с него выдающий он хрустящий я сейчас сожму его не дает это товарный и конечно после пробовать там гурмана или дружбы это это все равно как у мчилица приводишь и загиреба он дает пробовать самый последний раз уж если попробуешь загиреба ты уже все остальное трава травой но я бы я отдал бы должное это речка то есть почему работать не можно самому есть я нет я хорошее я сказал что не нравится в плане пока еще для себя не раскрыл что извини меня да не показываю шарады не пока сбуши их нету уже нет не показывают каталонию каталония обратно же под вопросом будем смотреть как как будет все-таки вызревать лоза тоже есть проблемы в теплице со зрением лозы но по вкусу я тебе скажу калкаталония неплохая гомельская область за лица до проблемы с лозой ребята ну а юпитер все говорят зачем юпитер сажать в теплицы определить совершенно верно да и обратно никаких проблем с вызреванием щеренками со всего буду ну вот как то как то так как есть все конечно крутят пальцем у виска ведь олень деньги должен зарабатывать но время такой вот саша ты знаешь мы тебя поддерживаю да да ну а как и виталий испытания проводят на него все там гонят понимаешь если не мы будем проводить испытания кто-то у нас у кого спросите когда начинал он три года назад ты помнишь первая выставка мне начинают спрашивать я в теплице вот выращиваю укрывать не управляет на меня как на дурака смотрят какая теплица как не укрывать не вымерзнет и все пошло вот это тоже можно посмотреть вот это второй год то есть вегетация да ну конечно сзади руслан третий год там лоза еще на был побег вот да вот он был жирующий в том году тоже такой жирный ты его разогнал на 2 а потом его тоже вообще как и классика разгоняем вот он же там остается но все рубится остальное мы на оставляем там на 2 на рожки на рожки acho кто ты ваев можно на рожки оставлять мы оставляю она есть оставляет на рожки совершенно верно я еще может будем пробовать оставлять рожки и оставлять плети то есть и смотреть только тебе не надо тебе с рожков тут выпадет вот для сравнения ведь с ними вверх смотри разницу в от сорт один раз за вот сур другой лоза. Вот вся разница в одной и той же теплице. Как называется? Это толдун. Это толдун. Это толдуна идет. Обалдеть. Это туда, здесь не обрезался. Метра три до него. Он начинает ожел. Так это он же ушел туда еще. В небытие. Да, здесь мы еще не обрезали. Ну, было подрезали, потому что когда высадили, вообще тень была. Но не вырезано как там. А здесь плети уходят отсюда и до конца. И они там свисали. Слушай, ну с лозой беда получается? Ну, если бы на улице вообще беда была. Вот допустим, то же самое. Саша, да, он когда выращивает, ну у него на шпалере, на шпалере, идет сразу, понимаешь, вот он положил плеть плодовые, пошли. И у него они как бы тонкие и не жирующие. Не знаю почему. У меня тоже. Они не толстые. А у нас здесь, а что сделать? Я же их не кормлю. Ну да. Я ничего не делаю. Вот они есть как есть. Наконец-то вышли с теплички. Конечно, там капец жарко. И вот рядом поскромнее балаганчики. У меня была такая, да. Я ее 3 минуты сбил. О, бурьян вращаем? Это когда не доходят руки. Так, а тут уже что-то ухоженное. Короче, здесь, ох, ни фига себе клубника. Смотрите, сентябрь месяц, 11 число, 11 сентября 2021 года. Клубничка. Ну, ни фига себе. Малина. Ух, крупная, хорошая. Крепенько, не рыблая. Да и сверху некому. Короче, мы не зря приехали, сейчас общипаем. По витаминам пройдемся. Угу. Три с половиной высоты. Сорок на сорок профиль. Накрыл. Вот там нормально проветрится. И максимум сорок. А вот это, вот это вариант балаган. И сорок длиной, не больше. И сорок длиной. Максимум сорок пять. Чтобы тяга была. Еще есть такое осуждение, что пчелки залетают с одной стороны и с другой максимум на 20 метров. Ага. По длине. А шмелей ты не пробовал? Шмели я не запускал. Здесь своих хватает. А когда, понимаешь, тут нужно попробовать, ну, нужно подтапливать. У меня начинает зацветать клубника, на улице лежит снег. Ну, ваше. Ваше. Вот и все. Вот и все. Понимаешь? И оно получается, что на улице, на улице, на улице, на улице минус шесть. А там и все. А она там укрыта. Ой, плюс два под укрытием. То есть ей хватает для того, чтобы свести. Но это про ночь, говорим. Это про ночь. Днем, естественно, солнце вышло. Сразу температура поднялась. Там за 20. День будет летать. Все нормально. Шмель. Он за холодом летает. Нормально. Да, да. Ну, можно попробовать. Но я тебе скажу. Ну, у тебя было. У тебя не было проблем с опылением? Воздуходуй ты прошелся раз в день. И проблем никаких нет. Два раза в неделю достаточно. Да. Вот это было после плодоношения срезано. Это Олегра? Олегра. Ничего не делалось после срезки. Вообще ничего. Даже сюда не зашли. А где ягодки? Виталий. А вот здесь. Она выбирает. Два, три, четыре, пять, шесть. Что ты считаешь? Розетки? По шесть розеток, по семь. Это типа маточника? Это уже от плодоносила. Это от плодоносила срезана была. И поделилась уже. Блин, ну у тебя тут по-взрослому. А эти сделали вот так. А, вы видите. Вот это альбиончик. А перетяжками. То есть так гораздо, ну, проветривается лучше. Ага. Ага. Короче, так задумано, да? Это если очень жарко? Да. С одной, с другой стороны. Если сильно холодно, то с одной стороны. Ну, так тут еще цветение идет. И хорошо, когда здесь заканчивается сезон, так сказать? Это все надо обрезать. А, оно уже... Все, в этом году уже все, не надо ничего, да? Это молодые саженцы. Их надо сейчас разогнать на следующий год. А в следующем году по весне будут уже плодоносить. А в этом году нужно все это срезать, усы, цветочки. Чтобы развелся сам вкус, поделился. Да, по-взрослому все. И дорожки такие. Короче, материал какой-то непонятный, который хрен купишь. Ребятки, смотрите, что творится. Блин, а твердая как... Да, она вообще обалденно. Сладкая. О, смотрите. Она мне напоминает египетскую кубнику. Она тоже такая транспортабельная. Блин, как яблоко, крыть можно. Я сейчас сажу для себя. Вот посмотрел. Выборки все. Кто бы ни выращивал, в наших условиях мы берем юг, там крапа 10, альбиут, кабрила и мурана. Но мурана нужно найти. Мурана у меня есть, я тебе скажу, где взять. Именно мурана, чтобы не форум был. Именно мурана, вот это вот. То есть нормально, без проблем. Все, она открылась. Это форточки верхние, да, в теплице? Верхние, да. Боковые тоже открываются. Но они сейчас закрыты, просто уже... Серьезный механизм. Нам нужно сад собирать. Конгалет какой-то закрыт. А это когда сильная температура, эти форточки... Ой, ветер. Так ходит просто. Они могут открываться. А так шпингалетом закрыл, и они плотненько. Потому что нужно куда-то уходить в потоку. Оно просто держится. Да, да. Вот оно. Закрывается. Все гениальное просто. Ну что, народ, как вам хозяйство? Я думаю, вам тоже понравилось, как и мне. Потому что масштабы впечатляют. Пишите в комментарии, что вы об этом думаете. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok